В мае этого года, 2013 года, произошла встреча президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина с предпринимателями, где предприниматели озвучили вопрос, который достаточно актуальный для всех секторов, включая ТЭК, транспорт, связь, о том, что инвестпрограммы естественных монополий не всегда соответствуют ожиданиям потребителей. И хорошо бы разработать некий механизм общественного контроля за тем, чтобы средства расходовались наиболее эффективным способом с учетом потребностей отдельных секторов экономики, с учетом потребностей развития территории. Далее был форум, Петербургский форум, на котором также тема тарифов вставала, она также очень остро обсуждалась. По результатам этих двух мероприятий вышло два поручения президента, которые звучат следующим образом. О разработке механизма общественного контроля за формированием и реализацией инвестиционных программ субъектов естественных монополий, а также о создании советов потребителей при Федеральной службе по тарифам, региональным энергетическим комиссиям и субъектам естественных монополий, позволяющих в обязательном порядке учитывать мнение потребителей при принятии решения об установлении тарифов. Данное поручение было поручено, скажем так, передано открытому правительству. Мы организовали работу, начиная с июля месяца, последние два месяца шла активная работа в практически ежедневном режиме с представителями семи ведомств. Это как отраслевые федеральные органы исповедительной власти, так и ФАС, ФСТ, Минрегион, различные агентства федеральные, деловые общественные организации, отраслевые организации, эксперты при правительстве Российской Федерации. Очень были ожесточенные дискуссии, начинали с нуля практически, когда разрабатывали механизм. На данный момент проект, концепция уже направлена президентом, проект плана мероприятий, который охватывает промежуток на следующие полтора года, с более чем 20 мероприятиями, он сейчас в последней стадии и в ближайшие дни будет направлен, после чего информация будет уже общественно доступной, и я думаю, что через какое-то время вы сможете тоже ознакомиться уже с полной версией. Сейчас бы я хотел остановиться на основных моментах, рассказать актуальность, в том числе для сектора топливоэнергетического комплекса. Значит, на данном слайде представлена общая архитектура механизма контроля. Каким образом это все будет функционировать? Два уровня – федеральный уровень и региональный уровень. На федеральном уровне будет идти контроль потребителей за неким перечнем субъектов естественной монополии, о котором я скажу чуть позже. Будет создаваться, создана при отраслевых правительственных комиссиях под руководством заместителя председателя правительства Дворковича, советы потребителей по естественным монополиям. На федеральном уровне определено 8 естественных монополий, и по каждой естественной монополии будет создан свой совет потребителей. О принципах формирования я скажу чуть позже. Основной принцип формирования – это принцип представительства. Тем не менее, работу будет вести советы потребителей при правительственных комиссиях фактически на нескольких этапах. На первом этапе – это при субъекте естественной монополии, в котором в директивном порядке будет создан инвестиционный комитет, в состав которого будут входить потребители из совета потребителей при профильных правительственных комиссиях с включением независимых директоров в данный инвестиционный комитет. На следующем этапе будет работа вестись в рамках обсуждения при отраслевом министерстве, отвечающем за утверждение или одобрение инвестиционной программы. А также на следующем этапе – при федеральной службе по тарифам, в рамках которого советы потребителей смогут участвовать и ознакомиться с материалами, которые рассматриваются в правлении федеральной службы тарифом. Хочется также отметить, что в рамках плана мероприятия запланирована подготовка доклада о реформе правления федеральной службы по тарифам. Это что касается федерального уровня. Важно отметить, что мы говорим про общественный контроль, поэтому также нужно разделиться на два уровня. Первый – это квалифицированные потребители, которые войдут в советы потребителей при правительственной комиссии. И второй уровень – это широкая общественность, которая сможет данные инвестиционные программы обсуждать в режиме онлайн, в интернете, предварительно на сайте госуслуги, портала госуслуги, где каждому представителю общественности, скажем, он идентифицируется, он должен быть там зарегистрирован. Поэтому контроль будет идти с двух сторон. На каждом этапе все документы будут выложены в сеть интернет, на сайт портала госуслуги. Возможно, будет в установленном порядке обсуждение и сбор комментариев, которые будут переданы в совет потребителей, где уже квалифицированные потребители смогут ознакомиться с мнением общественности, учесть эти идеи, отнестись к ним и работать уже при естественном монополии. Это что касается федерального уровня. На региональном уровне будет создан при каждом субъекте Российской Федерации межотраслевой совет потребителей при высшем должностном лице субъекта Российской Федерации, который будет осуществлять контроль над дочерними зависимыми обществами естественных монополий на региональном уровне, так как мы видим, что большинство проблем в том числе связано именно с субъектами, а также участвовать в работе управления регионального органа тарифного регулирования в каждом субъекте. Что очень важно, данный механизм учитывает то, что мнения, скажем так, могут отличаться, расходиться, естественно, монополия от министерства, от сайта потребителей, поэтому также создается механизм рассмотрения разногласия, который будет производиться при профильных прав комиссии, при условии инициативы Совета потребителей по естественному монополию, где в рамках обсуждения будет представлена позиция естественной монополии, будет представлена позиция Совета потребителей, и будет производиться снятие разногласия. То есть, фактически, будет некий публичный договор, то есть, будет обязательство некого публичного договора между потребителями, естественными монополиями, отраслевыми министерствами о, скажем так, принятии одной позиции с возможностью рассмотрения разногласий, после которого уже, скажем так, наверное, вот такая неаргументированная или беспочтная критика не будет возможна, потому что все механизмы будут созданы. Безусловно, все упирается в активность потребителей, в их инициативу, в то время, которое они готовы тратить на эту работу. Но мы ожидаем, что интерес будет высокий, по крайней мере, на этапе обсуждения. Все деловые ассоциации выразили большую заинтересованность, а также отдельные представители потребителей. Что касается непосредственно, кто и что контролирует про объекты контроля, здесь представлен перечень естественных субъектов естественной монополии. В первую очередь представителям этой конференции, наверное, будет интересен Транснефть и Газпром. Что касается совета потребителей, в него будет ходить 16 представителей, при этом они будут выдвигаться от экспертного совета при правительстве Российской Федерации, общероссийских деловых организаций РСПП «Деловая Россия», ДПП «Опора», от веслевых некоммерческих организаций и общественных организаций. На региональном уровне будут немножко другие принципы заложено формирование, при этом список утверждаться будет не высшим государственным лицом, а местным законодательным собранием по представлению губернатора. Фактически будут созданы различные институты, и здесь, наверное, хотелось бы сделать акцент, что много обсуждалось вопросов, скажем, системных ограничений, в том числе схемы территориального планирования, которые зачастую ограничивают возможность или гибкость инвестиционных программ, в том числе порядок включения инвестиционных объектов в инвестиционные программы, различные формы и проблемы при реализации инвестиционной программы. Все эти вопросы мы постарались учесть в рамках плана мероприятий, который будет скоро представлен. Будут созданы стандарты, определенные по раскрытию информации, так как текущие стандарты раскрытия информации, они не удовлетворяют потребностям потребителей. Будет создан стандарт корпоративный по проведению технологического и ценового аудита крупных инвестиционных объектов, субъектов, естественно, на поле. Соответственно, будет также создан единый ресурс, что очень важно, единый портал, где вся эта информация касательно тарифных заявок, инвестиционных объектов, инвестиционных программ, отчетов о ходе реализации, она будет представлена. И любой зарегистрированный пользователь сможет туда зайти и посмотреть, каким образом инвестиционная программа сформирована, какое мнение Совета потребителей. Это также будет обязанность выкладывать все свои протоколы решений в интернет. Таким образом будет, скажем так, разработан этот механизм общественного контроля. Скажем так, я думаю, что это основные моменты, которые я хотел бы осветить. Со своей стороны я хотел бы призвать, скажем так, и пригласить всех участников участвовать в данном процессе, когда будут формироваться Советы потребителей. Вот в рамках этих квот, скажем так, проявлять активность, участвовать и работать с теми субъектами естественного на поле, которые будут принадлежать контролю. Наверное, все. Спасибо. Готов ответить на некоторые вопросы. Вы сказали, что будет публиковаться информация о инвест-программах естественного на поле на сайте. Правильно я вас поняла? Да, все правильно. Следующий вопрос. Вы сказали, что зарегистрированный пользователь сможет, собственно говоря, посмотреть интересующую его инвестиционную программу. Кто такой зарегистрированный пользователь? Это любой желающий, либо какие-то ограничения будут? Я думаю, что конкретное требование прописано на портале госуслуги. Если я не ошибаюсь, то это должен быть гражданин Российской Федерации, который на данный момент регистрируется в порядке через предоставление своих личных данных регистрации Ростелеком. В дальнейшем, насколько я понимаю, процедура будет упрощена. Но да, важно, что это не будет какое-то анонимное мнение, анонимный комментарий. У каждого пользователя за ним будет фамилия, имя, отчество, паспортные данные. Вы изобретаете регламенты, которые уже работают в стране на сегодняшний день. Технический, ценовой аудит. Как технически может это эксперты провести? Никак. Это большой, огромный пласт работы. В стране существует главгосэкспертиза, которая по бюджетным объектам проверяет и техническую часть, и ценовую. В среднем минус 30% с каждой сметы вырезает и отдает. По естественным монополиям в главгосэкспертизу сдается только техническая часть. Смета, как бы, ну, можно нарисовать любую. Соответственно, может просто прописать в законе, что по инвестпроектам и смету нужно на главгосэкспертизу сдавать. А то, что вы прописываете, ну, технически это невыполнимо, это огромный пласт работы. По любому проекту экспертиза – это десятки миллионов рублей, по большим, по крайней мере. Это несколько процентов от стоимости. Источник финансирования этих людей, общественного контроля, привлечения специалистов, какой у вас будет? То есть будут ли получать деньги члены общественного контроля? То есть кто за это платить будет? То есть это огромный пласт работы. Это не просто посидел, собрался и через два часа обсудил какой-то проект. Да, спасибо за вопрос. Действительно, это важный вопрос. И я хотел бы отметить, что если бы потребители устраивали бы все действующие регламенты и процессы, это поручение президента, оно, наверное, не было бы выпущено. Очень много проблем. И с главгосэкспертизой, и с включением инвестиционных объектов, инвестиционной программы, где не всегда присутствуют спонсоры, непонятно, для кого строятся какие-то отдельные объекты. Касательно вашего вопроса по технологическому ценовому аудиту, безусловно, сейчас есть постановление правительства, по которому с 2014 года все инвестиционные объекты там свыше определенной стоимости подлежат технологическому ценовому аудиту, независимой экспертизе. Потребители будут работать и в том числе давать свое заключение по результатам технологического и ценового аудита. Он проводится для чего? Для того, чтобы каким-то образом либо повысить эффективность инвестиций, либо, скажем так, представить альтернативную точку зрения на актуальность технологии в техническом решении. Естественно, они не будут делать экспертизу или аудит на аудит. Они будут использовать результаты аудита для того, чтобы дать свои рекомендации по конкретным объектам. Стоит ли их строить, например, или приложить альтернативное мнение. И таким образом, скажем так, помогать принять решение, не исходя из каких-то узких рамок, а немножко смотреть шире. Что касается материального обеспечения, то это все должно быть, скажем, драйвер этого всего, это интерес развития отрасли, это интерес развития территории, каких-то отдельных субъектов. Естественно, никто не собирается оплачивать эту работу. И во многом это действительно зависит от потребителей, насколько они будут активны. Но наша задача здесь, скажем так, не решить все вопросы, а дать определенные механизмы, которые в данном конфигурации отсутствуют, и предоставить, дать право на какие-то действия. А дальше это уже действия потребителей. Борис Михайлович, ваша тема, конечно, очень важна, потому что, в принципе, мы видим, как в последнее время общественное мнение реагирует на большие стройки, тем более нефтегазовые, да, это очень важно. Хотелось бы услышать следующий вопрос. А каким образом, какой механизм реализации решений, которые будут выносить Советы, предположим, все прошло на региональном уровне, федеральном уровне, меня интересует, каков итоговый механизм, чтобы это повлияло на ту или иную структуру, учитывать мнение этого Совета. Каким является документом? Совещаний много, решений много, всего много. Как будем решать эту проблему? В частности, вот связано с нефтегазопереработкой, с нефтегазохимией. Это самые серьезные вопросы. Как Общественный Совет может влиять на принятие того или иного решения, на учет его мнения, основным нашим заказчикам, тем более, что у нас они практически все получастные. Вот мне такой вопрос. Да, спасибо. Спасибо. Здесь важно понимать, что все-таки мы говорим не про общественные советы, а про советы потребителей. В этом есть большая разница, потому как общественные советы уже существуют, есть программы по их, скажем так, некой реформе, модернизации. Мы говорим сейчас о совете потребителей. При данной архитектуре и утвержденном рекламе, который будет реализован в ходе мероприятия дорожной карты, мнение за это потребитель будет учиться в обязательном порядке при одобрении или утверждении той или иной программы, инвестиционной программы, естественной монополии. Соответственно, это будет определенным сигналом и стимулом для естественной монополии начать диалог с потребителями на ранней стадии, потому как правительственная комиссия может вынести решение отправить на доработку, что повлияет на сроки реализации инвестиционной программы и, скажем так, соответственно, на экономическую эффективность и экономическую выгоду. Поэтому данный механизм, скажем так, он позволяет потребителям быть тем сигналом, быть тем, скажем так, участником процесса, с мнением которого теперь будет вынуждено считаться. Потому как при текущей структуре, и мы это разбирали и с отраслевыми министерствами, в том числе и с Минэнерго, во многом обсуждения не проходят, решения никакие не учитываются. Данный механизм позволяет это учесть. И разногласия уже теперь рассматриваются не на министерском, а над министерском уровне, на уровне правительственной комиссии. Редактор субтитров А.Семкин